Здравствуйте, дорогие ребята! Ваш преподаватель сегодня Анна Сенкевич и тема нашего урока «Графические объекты в текстовом документе». Word позволяет вставлять в документ рисунки из различных источников. Рисунки, хранящиеся на диске в графических файлах, изображения из интернета, векторные рисунки, созданные с помощью фигур и рисунки – графические копии экрана. Давайте с этим разберемся на практике. У нас есть файл, в котором есть описание рыбок. Давайте ставим сюда картинки для того, чтобы человеку было наглядно, понятно, как выглядит рыбка. Для того, чтобы ставить картинку, изначально нужно щелкнуть мышкой в том месте, куда нам нужно ее поставить. Далее мы ставим с вами картинку, которая хранится у нас на компьютере. Поэтому мы говорим «Вставка», «Рисунок», выбираем место. У меня для этого есть специальная папка «Рыбки», «Анабаз» и говорим «Вставить». Вот у нас ставилась рыбка из файла, который хранился у нас на компьютере. Также можно вставлять изображения из других программ. У нас с вами есть презентация, в которой рассказывается про меченожца Гелера. Для того, чтобы вставить отсюда фотографию, достаточно нажать на нее правой кнопочкой, сказать «Копировать», затем прийти в наш Word, поставить мышку в то место, куда нужно ставить фотографию, нажать правой кнопочкой и сказать «Вставить». Фотографии рыбки цихлида «Оскар» у нас нет ни на компьютере, ни в каком другом документе. Поэтому мы ее будем искать сами в интернете. Я скопирую название, захожу в браузер. В браузере я набрала цихлида «Оскар», выбрала «Картинки» найти. Мне понравилась вот эта рыбка. Я нажала на нее, затем говорю правой кнопочкой «Копировать картинку». Прихожу в наш Word, становлюсь в то место, в которое мне нужно ее вставить, и говорю правой кнопочкой «Вставить». У нас вставилось изображение из интернета. И давайте теперь с вами изменим обтекание для наших фотографий и их месторасположения, для того, чтобы наш документ выглядел красиво. Выделим первое изображение, нажмем на заплатку «Работа с рисунками», «Формат» и выберем кнопочку «Обтекание текста». Для первой картинки выберем «Обтекание текста вокруг рамки». Нажав левой кнопочкой на изображение и удерживая ее, я могу перенести фотографию в любое место, которое мне нравится. Я расположила ее в правом углу. Обратите, пожалуйста, внимание, что текст мой раздвинулся и дал место моей фотографии. Если я буду изменять размер своей фотографии, это я делаю, зажав левую кнопочку мыши и тяну в соответствующую сторону. Текст мой тоже подстраивается под мою фотографию. Для следующей фотографии «Обтекание» я сделаю сверху и снизу. Что это значит? Когда я буду подвигать фотографию вверх или вниз, сбоку у меня текст никогда не будет писаться. Полностью он будет располагаться только над фотографией или под фотографией, в зависимости от того, в какое место я ее поставлю. Следующую фотографию я хочу сделать фоном для своего текста. Поэтому я выделю ее. Во-первых, я обрежу фамилию и адрес сайта. Поэтому возьму кнопочку «Обрезка» и левой кнопочкой мыши потяну за вот этот вот черный маркер. Таким образом я убрала ненужную информацию с моей фотографии. После этого «Обтекание текстом» за текстом выберите. Далее возьмите пункт «Перекрасить» и выберите «Подложка». И таким образом мы можем нашу фотографию расположить на задний фон под текст. Рассмотрим с вами пример вставки части экрана. Допустим, вам нужно вставить часть ленты программы Microsoft Word. Для этого нужно сжать «Вставка», «Снимок», выбрать «Вырезка» и выделить необходимую часть экрана, после чего эта часть сама вставится. Мне понадобилось сфотографировать экран целиком. Для этого я нажимаю кнопочку «Принскрин». Если работаете на ноутбуке, зажмите при этом кнопочку «FN». Скопировала. Вернусь в наш Word. Скажу «Ctrl V» или правой кнопочкой. Обратите внимание, сфотографировался целый экран. Если при этом вы будете удерживать клавишу «Alt», то сфотографируется активное окно. Попробуйте, пожалуйста, сделать все это самостоятельно. В Word можно оформлять документы в виде поздравительных открыток. Давайте попробуем это сделать. У нас есть стихотворение «Поздравляю с днем рождения». Давайте опустим его вниз. Для этого встанем перед буквой «П» и несколько раз нажмем клавишу «Enter». После чего выделим наш документ и при помощи линейки сместим его где-то на четвертый сантиметр. Ставим на первую строку и напишем текст «С днем рождения». Выделим его и преобразуем его в объект WordArt. Для этого вставка «WordArt» и выберем любую понравившуюся вам букву. Если у вас «П» поднялась наверх, встаньте перед ним и нажмите несколько раз «Enter» для того, чтобы первую строчку стихотворения опустить вниз. Объект WordArt можно изменять. Для этого выделяем его, переходим на средство рисования «Формат» и на группе «Стили WordArt» можно сделать все изменения этого объекта. При помощи первой кнопочки «Заливка текста» можно изменить его текст, поменять его, допустим, на красный или же выбрать любую градиентную заливку для этого текста. При помощи закладки «Контур текста» можно поменять цвет контура, допустим, сделать его желтым, можно изменить его толщину, сделать более толстым, и можно изменить тип нашей линии, допустим, сделать его при помощи, сделать его в виде круглых точек. Также можно добавить тень, можно добавить отражение, можно свечение сделать для нашего текста, рельеф, чтобы он был объемным, можно развернуть нашу фигуру, допустим, каким-нибудь вот таким способом, сделаем чуть-чуть совсем, и можно преобразовать наш текст в виде кривой. Допустим, давайте его сделаем в виде вот такой вот рыбки. Вот таким образом можно изменять наш объект WordArt. Попробуйте это сделать, я думаю, у вас все хорошо получится. В Microsoft Word можно вставлять различные диаграммы. Давайте разберемся с этим на примере 24.8. Ставка SmartArt. Выберем с вами организационную диаграмму, которая называется Иерархия организационная диаграмма. Окей. Удалим текст из верхнего прямоугольника и напишем здесь SmartArt. Можно перейти на закладку формат и выбрать стиль нашего прямоугольника оранжевый с белым контуром. Текст 2 меняем с вами на конструктор. Изменим стиль фигуры на зеленый. Далее удалим с вами прямоугольники, которые находятся внизу. Для этого выделяем их левой кнопочкой мыши и говорим Delete. Далее к конструктору у нас относятся фигуры, макеты и стили SmartArt. Поэтому правой кнопочкой говорим добавить фигуры, добавить фигуру ниже. И пишем здесь с вами фигуры. Следующий прямоугольник макеты, он находится на одном уровне с фигурами. Поэтому правой кнопочкой добавить фигуру, добавить фигуру после. Пишем с вами макеты. Стили SmartArt тоже на одном уровне. Правой кнопочкой добавить фигуру после. Далее, после SmartArt на одном уровне находится конструктор и формат. Поэтому выделяем SmartArt правой кнопочкой добавить фигуру ниже. И пишем здесь формат. Формат у нас должен быть зеленого цвета. К формату относятся стили фигур и стили текста. Правой кнопочкой добавить фигуру ниже. В стиле фигур правой кнопочкой добавить фигуру, добавить фигуру после. Так как фигуры, стили фигуры и стили текста находятся на одном уровне. В стиле текста. Наша организационная диаграмма готова. Нам осталось ее расположить так, как в примере. Поэтому я нажимаю левой кнопочкой на формат и тащу его кверху. В стиле фигур тоже выравниваю и переношу их вверх под кнопочку формат. Ну вот что-то похожее у нас получилось. Можно, перемещая эти прямоугольники, пытаться сделать, чтобы у нас было очень похоже. Фигур практически полное соответствие. Также можно воспользоваться уже готовыми шаблонами расположения фигур. Для этого перейдите на кладку конструктор, группа макеты и выберите любое понравившееся вам расположение. Допустим, горизонтальная многоуровневая иерархия или горизонтальная иерархия. Посмотрите, пожалуйста, примере и выберите ту, которая нравится вам больше всего. Попробуйте разобраться с этим заданием самостоятельно. Желаю вам удачи!